СКУЛАП 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 Здравствуйте! СКУЛАП это новая медицинская передача, выходящая в будние дни в утреннем эфире на телеканале ЭРО. В передаче СКУЛАП я, врач-фитотерапевт Борис Качков, буду рассказать известные и малоизвестные медицинские факты. Вы узнаете как сохранять и правильно использовать самый ценный подарок от ваших родителей. Ваше собственное здоровье! Сегодня информации очень много! Но! Важны детали! Особенно мелкие детали! От незнания которых можно пострадать! Темы, которые я буду раскрывать, касаются практически всех. Пожалуй, кроме слишком беспечных и еще надеющихся на чудеса. Чудеса, к сожалению, бывают только в сказках. А в реальной жизни здоровье человека зависит от величины приложенных усилий. В правильном направлении! Здоровье – это ежедневный труд! Это самая высокооплачиваемая работа! Или самый короткий путь банкротства! Что вы узнаете из коротких видео лекций? Шесть основных компонентов здорового образа жизни! От правильного понимания и регулярного выполнения которых зависит ваше крепкое здоровье! Вы узнаете, какие изменения логично вносить в свой образ жизни! В зависимости от вашего пола, возраста, сезона года, динамики погодных условий, выбранные вами профессии, окружающие вас экологии! Все будет, конечно, не сразу! Постепенно! А именно, вы узнаете, что такое компонент номер один в здоровом образе жизни! Или что такое правильное дыхание! Как правильно употреблять самый объемный продукт питания! Воздух! Условия кислородного голодания обычному человеку сложно прожить более 5 минут! А вы ежедневно вдыхаете кубометры воздуха! Узнаете, какого качества! И как правильно им дышать! Вы также узнаете, что такое компонент номер два в ЗОЖ! Или как правильно пить воду! И какую воду лучше пить в тех или иных условиях! Вода разная вам нужна до еды! Иная вам нужна во время еды! После еды! Имеет значение, пьете вы утром, днем, вечером, ночью, зимой или в летнюю жару! Пьет ребенок или человек, как говорится, в возрасте! Нужна вода мужчине, либо женщине! При занятиях трудом физическим, либо интеллектуальным! Да мало ли вариантов и комбинаций! От правильного знания которых зависит ваше крепкое здоровье! В разных условиях один и тот же стакан воды может как спасти вашу жизнь, так и не по правилам нарушить ваше до того крепкое здоровье! Вам ежедневно нужны не только несколько видов разной воды! Вам нужны десятки видов разной воды! А вы сколько видов воды используете для своего здоровья? Испугавшись, некоторые могут перейти на сухое либо водное голодание! Такое голодание может быть продолжительнее, чем кислородное! Однако редко продолжается более 5 суток! И вы опять должны знать, как, когда и какую воду пить правильно! Ведь примерно 80 тонн воды за среднюю человеческую жизнь нужно знать, как правильно выпить! Вы представляете сколько вариантов для ошибок! И проблем потом со здоровьем с этим связаны! Вы также узнаете, что такое компонент номер 3 в ЗОЖ! Или собственно правильное питание! Как правильно питаться в той или иной ситуации! На разном уровне здоровья! При разных заболеваниях! Увы, приобретенных на протяжении жизни! И как питание обеспечить высокую работоспособность! Не только на протяжении одного рабочего дня! Но и всей жизни! Ведь вариантов там масса! Продуктов питания! Огромное множество! И важно их знать, как правильно скомбинировать! Чем отличается дресс-код при посещении бани, пляжа, спортзала, театра, работы? Вы безусловно знаете и соблюдаете! А правильное питание в этих достаточно разных условиях для вашего организма знаете? Правильное питание перед театральным представлением то же самое питание в бане может просто убить! Вы знаете разницу? Что такое правильное питание в каждом конкретном случае для вас лично? Вы также узнаете, что такое компонент номер 4 в ЗОЖ? Или правильное движение? И как с помощью правильной двигательной активности обеспечить более активный обмен веществ? И одновременно сохранить ваши суставы, сердце, сосуды до глубокой старости? А также как обеспечить крайние варианты двигательного стресса? Большой спорт и строгий постельный режим? Это достаточно экстремальные ситуации, в которых огромное значение имеют другие компоненты вашего образа жизни, перечисленные ранее. Чтобы правильно сопровождать и с минимальным ущербом для здоровья и жизни выходить. Вы знаете как это делать правильно? Вы также узнаете, что такое компонент номер 5 в ЗОЖ? Или как правильно работать головой, управлять своими эмоциями? Чтобы эмоции не управляли вашим здоровьем и даже вашей жизнью. Ведь чрезмерная активность может привести к эмоциональному выгоранию и депрессии. А полное ограничение поступающей из дней информации часто сводит с ума. Вместе с тем ваш мозг постоянно потребляет 20% крови и работает так, как вы о нем позаботились и заботитесь. Чем больше полезных веществ содержит ваша кровь и меньше токсинов, тем лучше ему и лучше вам. Вы знаете как обеспечить правильное питание и очищение крови одновременно? Чтобы работа мозга приносила вам больше удовольствий в этой жизни? Шестой компонент ЗОЖ – фактор времени. Это какой период времени вы готовы правильно выполнять нужные лично вам рекомендации для вашего же собственного здоровья и заниматься профилактикой вместо лечения? Сохранять подаренный родителями потенциал, чтобы как можно позже стать банкротом по уровню здоровья? Современная медицина конечно же сильна, но не все сильно. Оставляйте врачам хотя бы один шанс помочь вам в той ситуации, в которую вы сами себя сейчас оставите. Если вы все делаете правильно – это называется активная профилактика заболеваний. Если же у вас получается не все – со временем попадаете на лечение произвольного набора из 30000 известных на сегодня заболеваний. В чем разница между профилактикой и лечением? В уровне здоровья, на котором совершаются эти действия. Профилактикой обычно занимаются при наличии здоровья, а лечением – при частичной, либо по почти полной уровне. Утрате этого самого здоровья. Профилактику обычно проводят без отрыва от привычного вам образа жизни. А вот необходимость проводить лечение часто возникает очень неожиданно. Самый неподходящий для этого момент. И вносит в ваш образ жизни свои существенные коррективы. Но в любом случае и профилактикой и лечением нужно заниматься. И заниматься постоянно. Предусмотрительные, говорят, занимаются профилактикой за 3 года до болезни. А вот беспечный за 3 дня до смерти. К сожалению, это истинно часто подтверждается на практике. Врата перемен, говорят, открываются только изнутри. Поэтому выбор за вами. Ваше здоровье без болезней. Либо жизнь в ожидании обострения произвольного набора из 30000 известных на сегодня заболеваний. В любом случае, это ваш выбор. А в передаче «Эскулап» вы постепенно найдете ответы на все интересующие вас вопросы. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. До новых встреч в передаче «Эскулап» и на моем канале «Скачко Борис». «Эскулап» «Эскулап»